Здравствуйте, уважаемые Девногорцы! Сегодня прошла внеочередная сессия Девногорского городского совета депутатов, и об ее итогах мы беседуем с председателем Девногорского городского совета Юрием Ивановичем Мурашовым. Юрий Иванович, скажите, пожалуйста, чему была посвящена нынешняя сессия и ее основные итоги? Инициатором проведения сегодняшней сессии был глава города Сергей Иванович Егоров, и первая тема, которую необходимо было рассмотреть, это корректировка бюджета. Здесь были ряд принципиальных вопросов в связи с тем, что средства, выделенные нами в бюджет на проведение летнего отдыха детей в связи с ограничениями по коронавирусу, были неизрасходованы. Мы эти средства скорректировали. Но, тем не менее, мы на сессии в полном объеме выделили средства, необходимые для питания детей первого и четвертых классов. Я хотел бы напомнить родителям, что горячим питанием будут обеспечены дети в школах, и на эти цели мы запланировали 6,3 миллиона рублей, и до конца года этот вопрос полностью закрыт. Следующий год будет рассматриваться при подготовке бюджета на следующий год. Юрий Иванович, уточнить, дети в школах какого возраста будут питаться бесплатно? Первые, четвертые классы. Там возраст здесь не принципиален. Также мы запланировали недостающие средства. У нас при подготовке бюджета прошлого года недоставалось средств на проведение выборной кампании в городе. Эти средства выделены, и особо хочу отметить, что средства выделены и на средства индивидуальной защиты. Это маски и антисептики, для того, чтобы спокойно могли работать наши участковые избирательные комиссии, и наши граждане приходили, как говорится, на участок, и не переживали за какую-то инфекцию. Также мы рассмотрели вопрос, связанный с индексацией заработной платы бюджетникам на 3% с 1 октября. Хочу отметить, что это касается всех работников бюджетной сферы. Этот вопрос также был рассмотрен и принят единогласно. Давайте уточним, кого все-таки из бюджетной сферы касается повышения на 3%. Это культуры, педагоги, библиотекари, ну все, кто получает зарплату в местном бюджете. Ну и третьим вопросом мы рассмотрели решение, утверждение положения о флаге как символе муниципального образования. Надо отметить, что вот этот вопрос, связанный с регистрацией герба и флага, он встал буквально в последнее время. Мы утвердили новый образ нашего герба в геральдической комиссии, решение там принято, герб зарегистрирован. Теперь мы утвердили и флаг. Он полностью повторяет изображение герба и все цвета, которые при этом необходимы. Ранее флага как символа муниципального образования у нас в городе не было, сейчас есть и герб и флаг. Нам осталось только направить на регистрацию в геральдический совет и после регистрации флага мы сможем его использовать как символ города на всех мероприятиях. Хорошо. Спасибо большое, Юрий Иванович. Спасибо вам. Всего доброго.